МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа темы дня в студии Елены Орлова. Смотрите в нашем выпуске. Кемеровский суд освободил врача, из-за ошибки которого умер 14-летний подросток. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители поселков-призраков Челябинской области требуют переселить их из ветхого жилья. Забайкальскому краю выделили средства на погашение долгов по зарплате работникам образования. Врачебная ошибка стоила жизни 14-летнему мальчику. Игорь Саранчук умер после операции на носовой перегородке. Кемеровский суд освободил врача, из-за преступной халатности которого умер пациент в детской больнице. Подробнее Никита Попов. 16 сентября 2015 года прошло первое судебное заседание, где судья объявил приговор. Врач, на котором лежит ответственность за смерть ребенка, попал под амнистию. Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Михаиленко Вадима Анатольевича, обменяемое в совершении преступления предусмотрено статью 109-й части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании статьи 27, часть 1, пункт 3 УПК РФ, то есть следствие акта об амнистии по основанию предусмотренного под пунктом 2, пункта 6 постановления года Думы Федерального собрания Российской Федерации об объявлении амнистии в связи с 70-летним победой в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все время, пока шло следствие, подсудимый продолжал руководить лоротделением больницы и своей вины в случившемся не признавал. Во время операции врач неправильно зафиксировал носовые тампоны и ушел из хирургического блока. Мальчик задохнулся прежде, чем ему была оказана необходимая врачебная помощь. Задал вопрос, а как же, где были врачи. На этот вопрос он мне не ответил ничего. После этого я ему задал вопрос, что вы предпринимали, почему вы не достали эти тампоны. Он говорит, что не было бронхоскопа на месте, в хирургической операционной. Я спросил, сколько вы искали этот бронхоскоп и бронхоскопистку. На этот вопрос он мне ответил. Как потом оказалось, что они его искали порядка 25 минут. Консилиум врачей признал произошедшее несчастным случаем, но родители ребенка обратились в прокуратуру. Против заведующего отделением многопрофильной детской больницы города Кемерово Вадима Михайленко возбудили уголовное дело по статье 109 части 2. Причинение смерти по неосторожности. После объявления амнистии он был освобожден прямо в зале суда под подписку о невыезде. Давайте не будем разговаривать. Я могу сказать одно. Это был несчастный случай. А работать дальше будете? Продолжим. Ну, ответьте на один вопрос. Нет. Не будете работать? Мы живем и увидим. Родители Игоря Саранчука собираются подать гражданский иск. Будет ли дальше работать врач, по вине которого умер мальчик, пока не ясно. Никита Попов, «Красная линия». Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что средства на развитие региона по целевой программе задерживаются в силу разных причин. Коротко о других событиях в России. Суд продлил срок домашнего ареста Виктора Гребнева. Он является директором компании-подрядчика, которая участвовала в строительстве космодрома «Восточный». Его обвиняют в мошенничестве, превышении должностных полномочий и растрате 420 миллионов рублей. Рассмотрение дела украинской летчицы Надежды Савченко назначено на 22 сентября. Следствие считает Савченко и соучастницей убийства журналистов ВГТРК. По настоянию защиты решение будет принимать коллегия из трех судей. Около 250 миллионов рублей было выделено муниципалитетам Забайкальского края на погашение задолженности по зарплатам работникам образования. Напомним, что власти региона с начала года задерживают выплаты учителям, социальным работникам и многодетным семьям. На московской бирже произошел очередной сбой. Трансляция значения индекса РТС в интернет и торговые системы прервалась на час. Пресс-служба биржи сообщила, что сбой происходит из-за аномальной нагрузки на сеть. Владимир Путин заявил, что Россия несет особую ответственность за Арктику. Баланс между освоением ее ресурсов и сохранением природы, по мнению президента, является приоритетом Российской Федерации в регионе. В Челябинской области жители официально несуществующих поселков вот уже 12 лет ждут, пока их переселят туда, где можно жить. Подробнее расскажет Рустам Сабанчеев. Программа по расселению ветхого жилья в этом году стартовала в Челябинской области. Но жителей аварийных домов в поселках Озерный, Малакуль и Ключевка никто расселять не собирается. Все дело в том, что этих населенных пунктов на карте России нет. В 1993 году власти региона отчитались о снозе трех поселков. О десятках жителей, которых просили немного подождать, с годами просто забыли. В связи с ветхостью дома был приказ номер 175, вот он, о сносе поселков Ключевка-Малакуль-Озерный, переездный в тракторзаводском районе, по причине ветхости износа 75 процентов, или то, что выбросы идут в промышленная и санитарная зона. Родители переезжают, дают квартиру, я со своей семьей жду переоформления ордера. Вот на меня переоформляли ордер, но до сих пор переоформляют это с 1993 года. С тех пор Сергей и десятки таких же, как он, обивают пороги чиновничьих кабинетов. И везде слышат они один ответ – владельцам самовольно возведенных домов жилье не полагается. А с поселками-призраками время от времени происходят удивительные метаморфозы. Вот снесли, написано, я подчеркнул, это из справочника. Вот постановлением главы города Юревичем, 17-14-П, моя улица в 2006 году уже была исключена из всех списков. В 2014 году для выборов в Челябинскую городскую думу моя улица присутствует. Сейчас сельчанам приходится в буквальном смысле выживать. В обетшавших домах нет воды и отопления. В поселке-призраке не проложены асфальтированные дороги. Воду подвозят на тележках. Вот все, вот дом вывалился, вот эта вот стена, вот все вывалилось. Здесь у нас вот после дождей в баню мы пройти не можем. Одеваем калоши, потому что невозможно. За забором здесь опять все засыпают, ездят машины, опять какое-то будут строить предприятие. Вот здесь живем мы на болоте, мы как забытые богом, ни в какую программу мы не входим. Все запросы жителей в прокуратуру и администрацию Челябинска остались без ответа. Забытые все месельчане собираются написать обращение президенту. Ведь к вновь избранному губернатору Дубровскому, как показывает практика, обращаться бессмысленно. Рустам Сабанчеев, Надежда Уварова, Андрей Романов, Красная линия. Вернемся к главной теме выпуска. Напомним, в Кемерово оправдан врач, из-за ошибки которого погиб подросток. В то же время Верховный суд России подтвердил право граждан нашей страны на самооборону любыми возможными способами. В ходе судебного разбирательства инстанция оправдала гражданина Шарикова из Алтайского края, который в пьяной потасовке убил двух собутыльников, бросившихся на него первыми. Что думают люди, не понаслышке знакомые с силовыми методами обороны о том, что можно считать защитой, а что уголовным преступлением? Вы в состоянии определить пределы? Я нет. Понятно, что если там выстрел произойдет в спину убегающему человеку, то это явно превышение. Понимаете? А если они вломились к вам в квартиру, то я говорю, у нас был же прецедент. Вы помните, по-моему, фермер какой-то с армянской фамилией, мужчина, когда он оборонял свою семью, там несколько человек он зарезал ножом. Ну что это, раньше бы сел. Просто общественное мнение поднялось, раньше бы он уселся. За что? За то, что он спасал жизнь свою и своей семьи. Где граница между самообороной и уголовным преступлением? Почему государство перекладывает вопросы безопасности на плечи самих граждан? И почему многим убийцам удается уйти от ответственности? Об этом мы расскажем в следующем выпуске. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи.